Всем привет, с вами канал Enjoy TV. И мы продолжаем нашу путешествие. Прошлое или будущее. Но сейчас мы в будущем из прошлого. Или в текущем из настоящего. Не суть. Очень продолжим. Я видел маму в городе. Она просила перед... Спасибо. Скажи, что здесь происходит? А, всё, как обычно. Благодаря этим мониторам держу руку на пульсе Хилл Вэлли. Смотрю, не попадётся ли что-нибудь интересное. Интересное? Что ты называешь интересным? Что за дурацкий вопрос? Я делаю подборку документальных материалов для рекламных роликов гражданина Браун уже более года. Я знаю, что твоя мать не одобряет моё занятие, но... Постой. Ты видел Лары? С одиннадцати до двенадцати парикмахерская, с двенадцати до двенадцати двадцати обед в супнице, суп-пюре из Порши. Что это? Ты в курсе, что у мамы... неприятности? Если она снова сорвётся, то взыскание может получить вся семья. Вот она! Полирует статую в парке. Всё точно по расписанию. Ага, значит, всё хорошо. Если только... Ты с ней разговаривал? Она была нормальной, трежвой. Папа, не говори ерунды, мама не... Чшшшш! Я до конца не уверен, что твоя мама взялась за старое, но в последнее время она ведёт себя очень странно. Такое впечатление, что ей не нравится мой контроль. Только это между нами. Я подозреваю, что она прячет фляжку со спиртным Вероятно, неподалеку от того места, где работает Ты не выручишь меня, сынок Посмотрим, удастся ли тебе узнать правду Мне она не доверяет, а вот с тобой... Может разговориться Будешь получать двойной паёк всю неделю, если поможешь мне Что скажешь? Молодец! Слушай, пап, нам нужно поговорить Так Что ты прятал, когда я пришёл? Прятал? Не понимаю, о чём ты говоришь, сын Послушай, я всё видел Это видеокассета, да? Эммм... Я должен был тебе рассказать В конце концов, тебе скоро исполнится 18 Что рассказать? Хилл-Вэлли под управлением гражданина Брауна Далеко не такой спокойный город, каким тебе кажется Ты шутишь? Я не собираюсь критиковать этого великого человека Или его несравненную супругу Эдну Они приложили столько сил, чтобы внедрить в нашем городе Самые передовые технологии социального планирования, но... Что? Скажу тебе по секрету, не все его поддерживают Многие граждане, наверное, даже большинство Постоянно ругают администрацию Брауна Конечно, они не говорят об этом в открытую, но наедине... Ты только послушай Уверяю тебя, Берт, этот режим чья-то шутка Слышал бы ты, как потешается над нами Пью за гражданина Брауна Пусть в его любимое здание суда ударит молния Чш, Агнес, какой ужас Ты идёшь на площадь, Лестер? Гражданин Браун собирается выступить... Гражданин Браун может поцеловать моего... Вот и меня понял Кажется, люди не в восторге от того, что Брауна сделали из Хиллвелли Не все, только процентов пятьдесят или шестьдесят А гражданин Браун об этом знает? Долж, когда я отправляю копии необработанных записей в городской отдел по связям с общественностью, то всегда получаю сообщение, что гражданин Браун благодарит меня за службу Но тогда почему он ничего не предпринимает? Почему бы тебе не показать эти записи лично Брауну? О, я в этом не уверен Ну, то есть да, возможно он и оценит то, что я привлёк его внимание к этим проблемам и вознаградит меня за служение обществу Но я не хочу быть тем гонцом, что принесёт плохую... Ну, мне нужно же к нему попасть Почему бы тебе не отдать мне эту кассету? Я отнесу её гражданину Брауну Спасибо за предложение, сынок, но я не хочу тебя в это впутывать Гражданину Брауну не понравится то, что он там увидит И мне не хочется, чтобы ты испытывал на себе его гнев Не говоря уже о том, как отреагируют все эти люди, когда узнают, что я следил за ними Нет, я не собираюсь расставаться с этой кассетой Это сви... О том, кого мы оба знаем Да? Ты что-то хотел? Это насчёт мамы Блин... Ты что-то хотел? Я даже не знаю, тут либо всё расспрашено, либо просто... Ладно, не буду тебя шпионить Контролировать, сынок, контролировать Не буду тебе мешать Правильно Штраф? За что? Плохо начищенная обувь До свидания, гражданин Или тайна Лоррейн Где ты? Здравствуйте, программки Леброк 2.0 Анатомические структуры для различных отраслей науки Скухота Эй, что делает здесь моя гитара? Мы с мамой уговорили тебя отдать её нам, помнишь? Рок-н-ролл не поощряется администрации Брауна Ты подаёшь плохой пример детям, которые считают тебя образцом усердия и моральной устойчивости Вдобавок Ты не очень-то хорошо играешь Вот не надо Послушай, пап, мне нужна гитара Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен её тебе вернуть Потому что... Я смогу понравиться одной девушке, если буду играть на гитаре Одной девушке? Ты же не имеешь в виду... Джеррифер О, Мартин, почему ты зациклился на этой маленькой чертовке? От неё сплошные неприятности Да, но это мои неприятности Кроме того, твоя игра на гитаре может только ещё больше её оттолкнуть Бери, сынок, делай что хочешь Спасибо, пап Так, мне нужно ещё теперь фляжку вытащить Доброе утро, миссис Браун Пожалуйста, обращайтесь ко мне, миссис гражданка Браун Простите, миссис гражданка Браун Да лучше, я столько работала, чтобы получить этот титул Тайна Лоррейн Ну-ка, Лоррейн это так... Папа? Эй, пап! Это мать О, привет, сынок Что ты задумал? Слушай, пап, нам нужно поговорить Это насчёт мамы Как она до этого докатилась? Она совсем другая в моём идеальном мире Ты прав, это загадка Потому что мы оба знаем, что Хиллвелли — идеальный город Но по неизвестной мне причине, чем активнее я стремлюсь заставить её придерживаться правил, тем больше она делает ошибки Она собирается записаться на программу Гражданин Плюс Неужели? Ты ведь не позволишь ей этого сделать, да? Ну, я слышал, что это довольно радикальная процедура, полностью изменяющая личность пациента С другой стороны, если её рекомендует Гражданин Браун, то, наверное, это хорошая вещь Тебе не кажется, что мама не была бы такой напряжённой, если бы ты немного ослабил контроль? Замечательное предложение! Во что превратится Хиллвелли, если над всеми жителями ослабить контроль? Тогда бы каждый придерживался своих собственных взглядов, и неизвестно к чему бы это могло привести Ладно, сменим тему Да Про меня, про него, насчёт того, как мама была, спросить про Хиллвелли и его правила Про Хиллвелли... столько правил? Да, но это для нашего же блага Как они всё расписали? Поцелуи в общественных местах запрещены, да? Да, старый добрый закон о ППЧ И он предусматривает очень высокие штрафы Но, знаешь, люди всё равно нарушают этот закон с удивительной регулярностью Я даже могу показать тебе соответствующее видео А как именно один человек может уговорить другого нару? Знаешь, пожалуй, мне не стоит показывать тебе эти записи Да, блин, показал бы чё ты Если меня поймают с запрещенным предметом, у меня будут неприятности? Обязательно! Тебе выпишут штраф в размере до тысячи пунктов, в зависимости от предмета Но я уверен, что тебя не поймают Скорее, я должен переживать за твою маму Ну, понятно, сейчас мы пойдём к маме У тебя когда-нибудь было опасное животное? Ха-ха! Я не мог бы его завести при всём желании, они все запрещены Но вчера я заметил кое-что очень интересное на одном из своих мониторов Где же это было... А, вот! Тебе это не напоминает бродячую собаку? Что бы это ни было, животный патруледный быстро с ним разберёт Апана! Угу И что бы хотел? Мы нашли собачку Так, мы не знаем, с кого процеловать Про него, про меня бесполезно Насчёт О том, кого мы оба знаем Да? А Бифи не нужно, гражданин Брауни Эдни Простите, братья и сестры Ладно, не будем заворачиваться Ладно, сменим тему Собачку нам показали Ладно, сменим тему Контролировать, сынок Контролировать В общем, гитаров Забрать пляжку, дать матери Я слышал, что ты получил ещё несколько... Вроде... А ты... точно Что такое? В чём дело, гражданин? Ой Ошибся номер Да? Так можно? Поехали обратно Ну, ключи-то мне от него не давали Я вот в прошлой серии тупил Я ж знаю Меня это же не обмануть Что-что, но здесь-то не обмануть Так, собачку они где-то видели В углу стоит Давайте собачку погладить Где собачка? Дайте пётика Пётик, пётик Нету Что это за цель? Нарушение права Может ли начать поиски Длай Рейн? Не даёт, смотрите-ка Ладно Мама? Давай, расскажи мне свой секрет Мама, ты что, снова пьёшь? Не глупи, дорогой Ты же знаешь, что спиртное запрещено Да, мам, папа только что сказал Твой отец Ну почему я нигде не могу укрыться от его любопытных глаз? Он постоянно шпионит и подглядывает А ты займись своим делом, Джордж Лоррейн, это для твоего же блага Я же знаю, что ты от меня что-то скрыл Это моё дело Папа, мама Прекратите вы оба А теперь послушай меня, юноша Это взрослые проблемы, касающиеся только меня и твои Я знаю, пап, но твой подход не работает Почему бы тебе не дать ей бу... Эй, где она? Мама? Ага, я так и знал Что у тебя в руке? Ром? Джин? Коктейль? К твоему сведению, это чистящее средство Как будто ты не знаешь, что я здесь работаю Лоррейн? Нет! Лоррейн, я всего лишь пытаюсь за тобой присматривать Ты же знаешь, какие у нас могут быть неприятности, если ты снова начн... Джордж, я бы не была такой взвенчанной, если бы ты не по... Мама? Я ведёл кляшку Мам, послушай, я на твоей стороне Если у тебя неприятности, я хотел бы помочь Но ты сама должна сделать выбор О, вы только посмотрите, какой милый мальчик Я так рада, что ты пошёл в меня, а не в своего отца Что, Лоррейн, что? Я больше не могу так жить Папа, ты только мешаешь О, я не согласен, Мартин Мне очень важно подловить её и записать всё на плёнку Тогда я смогу предъявить ей запись и доказать, что у неё проблемы Это возмутительно, пап Ты ведёшь себя так, как будто это какая-то оперативная работа Эй, где она? Мама? Ага, я так и знал Эй, что ты там прячешь? Какой-нибудь фруктовый ликёр Это жидкость с цитрусовым ароматом для чистки, чем я и пытаюсь заняться Прости, Лорейн Блин, а как узнать? Ничего не могу здесь помочь Но в последнее время ты ведёшь себя очень скрытно Скрытно? Может быть, потому что я не хочу, чтобы за мной всё время шпионили Не всё время, лоры! Подгореть на всю улицу Возможно, их надо было так же долго Ох, оно Хорошо бы добраться до камер, но как? Я понимаю, что камера как заблочить, надо что-нибудь кинуть в них Баллончик бы, но баллончиком тоже не вариант Ну-ка, может скажут, реально я использую баллончик? О, да ладно! Блин, я бы не допёр А это сложно А это сейчас надо флягу выменить у этой Там гитары Поиграй по бренчателям, не знаю Пёсик ещё где-то здесь прятался, не знаю Да, господи,ди в бок А ты Ну-ка Мама? Мама, пожалуйста! Да, лоры, послушай нас! Проклятье, папа! Что?! Не мешай! Мам? Мама? Эй! Где она? Мама? Ага! Я так и знал! Эй, это не... Нет! Лорей, не игнорируй меня! Лорееееее! Сколько оборотов он бьёт? Опа, достаточно Что случилось? Что это загораживает мне обзор? Да! Давай, бухни нормально И поделись со мной Мам, теперь когда отец нас не видит О, Мартин! Это была фляжка, мама? Фляжка? Не говори глупости, я... я... Послушай, мам, всё в порядке, не волнуйся О, твой отец прав, я опустилась Но мне было так плохо, когда уехали твои брат и сестра А твой отец свекнулся на почве этих мониторов Давай я позабочусь о фляжке Отцу не обязательно знать об этом Доберите уже фляжку Спасибо, дорогой Я не переживу, если твой отец об этом узнает Не узнает Внимание, граждане! Не ходите по газонам и не прикасаться Фляжку добыли Это реальность, полный отстой Мама с папой ссорятся, мама пьёт Кажется, наши с доком попытки всё исправить потерпели неудача Пора привлечь к себе внимание Уже? Не рано ли? Но тайны я нашёл всё дальше Сейчас вас поймали, но... К охраннику тому идти И показательно у него выпить Нет, не на ворота Поднимите руки, гражданин! Не двигаться! Была не была А гитару найдёшь? Лучше бы там оказался яблочный сок Почему бы вам не открыть её и не попробовать? Не умничай здесь! Я знал, что ты доиграешься, Макфлай Офицер Паркер, что здесь происходит? Гражданин Макфлаймэм Задержан за хранение запрещённого предмета Указ 181-Б Так, молодой человек Где вы взяли это спиртное? Нигде Он надо мной издевается? Да, он и со мной себя так же вёл Давайте пропустим норовоучение и покончим с этим Офицер, выпишите ему штраф Что касается спиртного, выбросьте его в бак для уничтожения отходов С удовольствием, Макфлаймэм Это ж её пляжка Иди, будь поймальчиком Или скоро предстанешь перед гражданином Брауном Так, ещё два нарушения надо Поцелуйчики И животные И животные Напоминаем, что максимально допустимая А где он? А где вы на газонах три четверти дюйма На следующей неделе ландшафтные комиссии будут инспектировать сектора от ЕНО М Неинтересно А где пёс, Баблин? Если вы ищете последнюю собаку Хилгой, вам уже что-то, что может уменьшить из укрытия Мутри пошариться Так, ну, одно место, где торгуют еду, это, ладно Я думал, на меня здесь дать будете подпевать, какой добренький Классненький, красивенький Швак До еды Иду, иду Добро пожаловать в супницу, где суп всего лишь А, это ты Надеюсь, у тебя что-то важное, Макфлай Лич? Это была Дженнифер? Значит так, а, это не твоё дело И б, раз она больше не твоя девушка, то да, это она Так, теперь эта реальность меня действительно бесит Да Где бесплатные образцы? Вот, я держу их под прилавком Ништяк О боже Если тебя вырвет, будешь убирать сам за собой, слабак Я, я не могу это доесть Это не моя проблема Это что такое? Сосиски из печени с горохом и соевым сыром Фу Я тоже от них не в восторге, мистер Дигур А почему бесплатные пробники находят... Я не могу оставить их снаружи, чувак По городу бегает собака, ворует образцы и постоянно опрокидывает тарелку на землю Хм Собака? Постой, надеюсь эти пробники не из мусорки сюда пожаловали Господи, Мэтфлай, расслабься, не свежие В основном На-на По поводу этой собаки, как она выглядит? Не знаю, но эта тварь жутко хитрая Появляется только когда я отворачиваюсь А откуда ты вообще знаешь, что это собака? Ты можешь её унюхать? Аллергия, болван Хм Ладно Пока Увидимся Внимание, граждане Эй! Вот этот вонючий! Это... Держи его бахла! Бегу-бегу Эй! так если она не видит из-за стыбриона ничего не скажешь ништяк не приведите думаю а гитары перед тобой пантоваться нет можешь проверить ты украл гитару старшего брата и хочешь меня этим удивить она не моего брата а моя да конечно и ты бы даже сыграл для меня на усилителя нет да точно как трогательно не про канала уже дать песку понюхать и думаете он прячется где-то здесь холодильник поддон ты там и не или как тут тебя зовут я его не вижу куда-то ушел зачем я ходил титрику дать на твой мой баллончик глаза стоя на волончик я нужен а в общем я просто нужно залезть и ждать понюхать сосиску потому что как говорят тайна то залазить когда ты ее не не видишь ну ка если просто на входе положить сосиску порядочность не позволяет мне это здесь оставить а вот просто уже положить сосиску где же он прячется использовать порядочность не позволяет мне это здесь оставить ну если а как и куда мне положить так вам никогда не выберет пяческий пёс если он он слишком ян да это понял если тёс ставит следы он будет то есть баллончик мне нужен только одноразово понял спорим что ты тут но подведи долгий как сцены мы уходим доходы отверем баллончик и красим что-то все просто я думал мы где-то вандализм займем это не дошло а вот сосиска как-то подводить его надо но пока я не узнаю где он прятал сосиску предположить куда угодно ложишь а он выйдет но это поход не так работает давайте давайте давай оба одолжишь да спасибо очки так если правильно понимаю мне нужно заправить доску синий будет смотреться лучше да и для тебя надо будет еще попробовать потерять несколько секунд кат-сценками где же он прячется холодильник подожди песик где бы ты ни был я не сниму наводник я его не вижу пока у меня больше нету в баллончиках а ты долго рисуешь крыть хотя тоже в принципе ничего она что-то только сейчас начал разгадывать не зря он с ней тут будет правда в этой реальности не самая лучшая но тем не менее нет какая есть а попался все вот теперь мы в деле ну я там узнал что он там прям конечно где же он еще прятался порядочность не позволяет мне это здесь оставить вот я тебя и перехитрил да а а перестань эйни давайте дам цепочку понюхать послушай эйни я тебе кое-что принес молодец мальчик а теперь успокойся видишь не такой уж я и плохой правда ххххххххххххххххх знаю кажется у меня получилось Если бы всё было так просто... Так, у меня есть теперь собака. Нужно опять дойти до охранника. Да? Что там такое? СОБАКА!!! Эйнштейн, скорбь! Нет! О, бешеный собака, нам помощь! Наша, лежать, сидеть, умри! Офицер Паркер, немедленно усмирите эту тварь! Эйнштейн, сидеть! Эйнштейн? Ох, если он меня укусит, у вас будет куча неприятностей, гражданин! Пас ее, пас! Подождите, я знаю эту тварь! Офицер Паркер, эта собака постоянно убегает из клетки! Мне казалось, на ней был намордник! Я снял намордник! Что ты сделал? Да, теперь это моя собака! Гражданин, вы нарушили указ 357К! Паркер, немедленно оштрафуйте этого хулигана! А я, а доведу это животное в клетку! Да, мэм! Мерзкие, грязные животные! Не волнуйся, Энни! Когда я с этим разберусь, ты снова сможешь умчаться с домом! Не нарывайся на неприятности, если не хочешь познакомиться с гражданином Брауном! Осталось как-то выбить поцелуйчики! Обнимайтесь, Дженнифер! Чтобы это увидели! И как это сделать? Вы не можете просто спеть Дженнифер с серенадой! У нее уже есть парень, играющий на гитаре! Ага! Задать, затирать ее? Блин, но времени мало! Надо потихоньку заканчивать! Ну, давай позадираем! Или с гитарой надо принять задираться? Да? Ты Лич, Дженнифер? Эй, не наезжай на Лича! Он умеет не только суп разливать! И что же еще? Например, он круче всех играет на гитаре! Нифига! Значит, ты нашла себе нового гитариста! Что тут скажешь? Меня привлекают зажигательные мелодии! Да, я помню! Ладно тебе, Дженнифер! Я же лучший гитарист в городе! Я согласен! Я говорю об электрогитаре, Мартин! Соло на балалайке не прокатит! Я могу переиграть твоего дружка-неудачника в любое время! Ты так жаждешь сделать первый шаг к цели? Ты сказала, первый или четвертый? Я бы сказала, второй с половиной! Но сначала тебе придется доказать, что ты играешь лучше, чем Лич! Готов к поединку? Всегда готов! У тебя есть гитара? Я без нее из дома не выхожу! Подожди! Тебя я рад видеть в любое время! Подожди, у нас гости! Макфлай? А этот слабак что здесь делает? Он сказал, что сможет обыграть тебя! Я ответила, что в Хилвелле никого нет круче тебя! Рок-дуэль? Не бей его слишком сильно! Просто припадай урок! Прыжок ножницы! Лепи! Нет, не вышло! Нет, не вышло! Впереди вправо взмах! Вот это взмах! Ты перерезал мой шнур, скотина! Его давно надо было перерезать, Макфлай! Победитель и бессменный чемпион Хилвелли! Получай свой приз, чемпион! Ну пора и за работу! До встречи, неудачник! Не могу поверить, что это сойдет ему с рук! Он наружил правила! В рок-н-ролле нет правил, Мартин! Вот почему такие как ты не должны участвовать в поединках! Я чувствую, что это состязание будет надолго! Так что давайте оставим его на следующей серии! Блин! На следующую серию! Потому что сейчас мы вряд ли выиграем! Там нужен свой подход! Ииии.. Мы попробуем его в следующей серии! Всем хороших смотрения! Всем пока! Нас так опозорили! я не знал, что так будет! я сделал взмах и не сдался! Я могу выиграть! Я блогал.